Турниры «Весенние перевертыши» организаторы традиционно проводят в апреле. В 2017-м на ковры спорткомплекса «Луч» за два дня состязаний вышли почти две сотни сильнейших борцов в своих возрастных и весовых категориях. «Весенний перевертыш» так назвали на наш турнир. И, конечно, мы желаем, чтобы в жизни у вас было таких перевертышей различного характера, поменьше, чтобы вы четко выбрали свой путь и следовали по нему по правильным ориентированным. А правильные речи вы уже выбрали. Самбо придется в жизни. В субботу боролись спортсмены 2007-2008 годов рождения. В воскресенье свое мастерство демонстрировали ребята постарше 2005-2006 годов рождения соответственно. География Сергея Посадского турнира по самбо «Весенние перевертыши» обширна. Гости к нам приезжают из ближайших регионов, не столь далеких. Ну, есть у нас, конечно, и с других областей. Это с Владимирской области, с самого Владимира, с Александрова, с Юрия Польского приехали ребята. И в основном север-подмосковья здесь участвует. Ну, турнир необходим, чтобы расти, чтобы получалось что-то. Потому что не будет соревновательной практики, не будет побед, не будет результата. Спортсмены боролись в десяти весовых категориях. У каждого была возможность попробовать свои силы как минимум в двух схватках. Соревнования проводились по системе до получения шести штрафных очков. Сергея Посадский воспитанник спортивной школы «Центр» Илья Белоусов не в первый раз принимает участие в подобном турнире. Свои силы юный спортсмен оценивает рассудительно, говорит, что он настроен на победу. Первую же схватку Илья выиграл с солидным преимуществом. Было очень трудно. Не скажу, что это было легко. В схватке я очень готовился. Разве выступы соперники мне все старше на год, на два. Я отношусь к этим соревнованиям, как к обычной тренировке. Дима Сединков из Владимира выиграл свою схватку техническим приемом по последнему движению. Как и Илья, рассчитывает только на победу. Я хотела сделать прием, но он мне не давал частичный иногда. Я старалась как-нибудь сопротивляться, делать какие-нибудь приемы. В итоге все закончилось хорошо? Да. Победил? Да. Но если сами спортсмены демонстрировали уверенность и спокойствие, то тренерам вне ковра приходилось не сладко. Эмоции порой били через край. Служим болевой. Защитно. Четыре балла борцов в красной куртке. Стрельбе, 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 отжимаю. Сделай сам. Сделаем болевой. Снимай. Бой ногу. Береди. Вставай за счет. Десять секунд. Десять секунд на болевом. Нужно было держать захват. У меня вырывался соперник. А вообще это первый у тебя такой турнир или еще были? Ну такой сложный первый. В чем все-таки сложность? Ну соперник был посильнее, но я все же взял себя в руки и выиграл. Поболеть за своих земляков, воспитанников Сергея Посадской школы-центр, пришел и обладатель Кубка мира по боевому самбо этого года Самвел Бадалян. Глядя на юных борцов, рассказывает чемпион, испытываешь ностальгию, ведь когда-то так же начинал спортивную карьеру на подобных турнирах. Приятно смотреть, что столько у нас спортсменов юных на ковре сегодня присутствуют. Что наш спорт процветает. С каждым годом все больше и больше ребят занимаются нашим видом спорта. Хотелось бы, чтобы все достойно сегодня отборолись, чтобы никто без побед не осталось. Я не имею в виду победы, чтобы на пьедестале там с золотом стояли. Просто каждый для себя какой-то урок вынес сегодня. Это очень важно. Спасибо организаторам турнира, нашему тренеру Семену Александру Васильевичу, что он очень часто проводит в нашем городе именно такие мероприятия. Дети растут на таких турнирах, набираются опыта. Сергея Посадский и самбисты завершили турнир весенней перевертыши на достойном уровне. Многие награды соревнований остались в нашем городе. Так бронзовые медали завоевали Александр Алешин и Егор Жохов. Серебро Александра Русина, Курбана Запирова, Ильи Белоусовой и Ильи Гусара. Победы в своих весовых категориях одержали Лев Веденин, Артемий Романовский и Иван Кругликов. Татьяна Трушкина, Сергей Власов. День города.